ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Для Виктора Васильевича Жажина этот визит стал приятной неожиданностью. Из окна своей квартиры на пятом этаже наблюдал он за импровизированным концертом. Волонтеры исполнили для ветерана песни военных лет, стихи и даже танцы. Большое ламитские поклоны нашу ветерану. Мы преклоняем предплате колена. Виктор Васильевич прошел всю войну, воевал на двух фронтах. Вначале на Карельском, потом на Третьем Украинском. Освобождал Венгрию, Австрию и Чехословакию. Из-за режима самоизоляции он, как и многие другие ветераны, не смог принять гостей и участвовать в торжествах. Тем дороже был сюрприз, приготовленный волонтерами. Мы хотели поздравить нашу ветерану. Сейчас большой вирус, и мы не можем подойти к ним близко. Мы решили собрать всех наших друзей. Это все друзья, которые наши волонтеры. Мы хотели показать ветеранам, что мы их любим и чтим. Ура! А вот следующий ветеран Евдокия Михайловна Свешникова решила спуститься к гостям. Естественно, что все мероприятие проходило в строгом соблюдении социальной дистанции. Но это не помешало Евдокии Михайловне принять непосредственное участие в концерте. Это праздник, светильную войну! Когда началась Великая Отечественная война, Евдокии Свешниковой было 14 лет. В 1942-м райком комсомола направил молодую девчонку в действующую армию. Сейчас Евдокия Михайловна активный член Совета ветеранов. Среди тех, кто пришел ее поздравить, и участники оборонно-спортивного клуба «Ратник». Мы занимаемся поиском погибших солдат. К сожалению, сейчас мы должны были в Оржеве быть, но мы сейчас здесь. И мы рады, что ветераны хлопали, и мы видели слезы на глазах. Спасибо большое. С Днем Победы! Подобно тому, как солдаты ковали победу, несмотря ни на что, так и волонтеры нашли способ в это особое время от всего сердца поздравить ветеранов с праздником. Они уверены, так всем миром справимся и с новой напастью. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Продолжение следует...